Волей судьбы человек лишается родительской заботы, счастливого детства. Потом стоит в очереди на жилье и получает новые проблемы вместо уютного гнездышка, в котором можно забыть о тяжелых моментах жизни и обзавестись своей семьей. Мрачно, но, к сожалению, реально. В Ульяновской области есть проблемы с домами для детей-сирот. Строятся здания на окраинах городских и сельских и часто недобросовестно. В селе Большое Нагадкино Целенинского района есть такой пример. Дом номер 33 по улице Молодежной сдан в 2021 году. Из 30 квартир заселены 8. Как и все новостройки, с виду он симпатичный. Но об этом доме можно сказать одно – красавчик с ледяным сердцем. Дарья Рухлина живет во второй квартире с сыном Марком. Второй год, батареи холодные. Молодой маме приходится постоянно использовать электрический обогреватель, чтобы не замерзнуть вместе с малышом. Начались холода ближе к концу ноября. Стало просто ужасно невыносимо, ужасно холодно. В этой комнате, в побольше комнате у меня было 17 градусов, на кухне у меня было 13 градусов. Дарья выросла в приемной семье в селе Новые Алгаши. В очереди на квартиру она с 14 лет. Девушка хотела жить в Ульяновске, но распределили ее в глубинку. Как сынок подрастет, Даша планирует переехать. Здесь даже, вот сейчас я живу тут, здесь исходить с ребенком даже некуда. Никаких парков нет, у них ни карусели, аттракционов и так далее. Сменить место жительства можно и позже, но проблемы с отоплением надо решать сейчас. Дарья и остальные жильцы писали во все инстанции и не получали вразумительных ответов. Как дело дошло до прокуратуры? При проверке выяснилось, что при строительстве сэкономили даже на трубах. Вместо армированных, предназначенных для теплоснабжения, проложили коммуникации, пригодные только для холодной воды. А это грубое нарушение технологии. В связи с этим прокуратура района был собран соответствующий материал проверки, направлен в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По результатам рассмотрения данного материала Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 293 Уголовный кодекс Российской Федерации «Халатность». Напомним, строительство этого дома началось в 2019 году. Исполнитель – общество с ограниченной ответственностью – апрель. Министерство ЖКХ проводит проверки. Профильные специалисты уже планируют исправлять ошибки застройщика. Назначена строительная экспертиза, по результатам которой будет определенный объем работ, которые необходимо выполнить для того, чтобы при необходимости утеплить этот дом. Либо это будет утепление фасады, либо это будет утепление внутренних стен в жилых помещениях. Дом для сирот в Павловке стоит с худой крышей. В Радищевском и Николаевском районах тоже проблемные объекты. На последнем штабе по комплексному развитию территории губернатор поручил ведомствам провести обследование. Также Алексей Русских раскритиковал сам принцип расселения ребят. Как в истории с Дарьей Рухлиной, далеко не все хотят жить на окраинах. Необходимо в дальнейшем учитывать мнение самих детей-сирот, где они хотят проживать. И не селить их на выселках. То получается, картонных домиков настроили, они сейчас пустуют, и один негатив получаем, и проблема не решается. Хотя есть и те, кому нравятся места поспокойнее, подальше от городской суеты. Сергей Москальонов из села Новая Погорелого Корсунского района воспитывался в детском доме. В 17 лет он встал в очередь на получение жилья. Спустя годы ожидания к 24 годам он обзавелся метрами в селе Криуши. Двухкомнатная квартира с балконом, автономное отопление. Сергей пока что живет в Ульяновске и работает строителем. Ехать в область не торопится. С домом повезло, признается Сергей. В любом случае мнение людей должно учитываться. И в Ульяновской области скоро вопросы насущные будут решаться иначе. С 1 января в регионе вступил в силу закон, согласно которому и сироты смогут самостоятельно выбирать муниципалитет, в котором получат квартиры, вне зависимости от места постановки на учет. А с 1 июля начнет действовать новые меры поддержки. Социальная выплата в виде сертификата на приобретение жилья.